Привет, друзья! С вами Керникс, и сегодня нам предстоит поиграть в игрушку под названием Happy Room. На самом деле, игрушка специфическая, скорее даже релаксирующая для садистов, но, тем не менее, нам предстоит уничтожать одного персонажа разными изощрёнными способами. Поэтому приступим к первой группе под названием Подземелье. Сейчас я заранее гляну. Нанесите больше урона, чтобы открыть режим песочек. Я понял, вопросов нет. Так, у нас есть персонажек и есть разного рода задачи, которые перед нами выставляют. Сейчас я позабираю всё лишнее. Так, через дэлит нельзя? Ага, вот так можно, отлично. Так, у нас персонажек появляется сверху, падает, соответственно, вниз. Нам нужно использовать все возможные вещи, которые у нас есть. У нас их не так много, к сожалению. Взрывные у нас есть только бомбы и есть пружины левая, центральная и правая. То есть будет отталкивать нашего персонажа вправо. Денег у нас не фонтан, если что. Всего лишь 670 бачей при стоимости одной мины в дохрена. Давайте выставим сначала три мины. Это у нас задача подорвать три мины подряд. Приземляйся. Э, в смысле? Ах ты хитрая жопа, а? Хорошо, так не пойдёт. А деньги-то у нас заканчиваются, кстати. То есть мы как бы ранение наносим, но нет. Интересно, девки пляшут. Сейчас проверим тогда. Мы тогда поставим мины чуть по-другому. Вот так. И эту сюда отодвинем. Если всё пройдёт так же, как и было до этого, то... Ага! Он по-разному постоянно теперь падает. Даже музыка ускоряется, лон. Я понял. Если он падает по-разному, мы должны это видоизменить. Тогда мы ставим так, эту прям по центру. Чтобы он подскочил прямо вверх и упал на вот эту. Сейчас проверим. Так, подскочил прямо вверх. Задел ногой. Ну ты слишком далеко улетел, товарищ. Сейчас исправим эту картину. Добавим ещё одну... Прыгульку вот сюда. Проверим. Он взорвал две мины. Как тебе это удалось? Как тебе это удалось? Подорвать три мины подряд не в счёт. Ладно, мы пойдём простым путём. Мы не будем заморачиваться. Абсолютно. У нас нет чистой очистки. Ага, вот, чистая очистка. Я за это ещё деньги получу. Израсходовать двое вилл. У меня нет вилл. У меня вилл нет. Чего вы меня обманываете? Ладно. Так, сейчас мы попробуем сделать иначе. Деньги есть. Можем себе позволить. Мать его, идите. Вот таким образом. Он тогда 100% попадёт на все мины. На три, во всяком случае, которые нам нужны. Сейчас можем даже ускорить. Оп, хорошо. Открылись виллы. Я видел. Всё, дальше он никуда не двинется. Это тормозим. Так, также вы можете модернизировать оружие. О май гад. Вы чё, серьёзно? Так, взрывчатка. Мины, в чём модернизация, позволяют установить бомбы на центральной стене. Позволяют на боковых стенах. Ммм. Это интересно. Ну, зря я, по-моему, деньги сейчас потратил на это. Ну, ладно. У нас 300 бачей в бонусе есть. И появились виллы по 170. Как они выглядят? А, это, походу, как ловушка. Если я правильно понял. Либо они сбоку вылазят. А, не сверху вообще. Но это надо комбинировать с прыжком однозначно. Так, из расхода двое вилл. 8 стрел под опыт. Вот, вот стрелы мне нужны. Вон, до стрелы нам чуть-чуть не хватает. Так, тебя ставим сюда. Денег на виллу у нас больше нет. Давайте попробуем на этом еще подзаработать. Э, ты должен попасть в... О, хорошо пошло. Давай еще на мину. И да, ну, 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 ты почти головой дотянулся. Ну, шо ж ты за мгась такая. Так, разобрались. Виллы у нас здесь. 130 осталось. Дело дрянь. Так, пять подбрасываний на пружине. Нанести косарь урона. Сейчас, подойдите. Очистка. Все бабки у нас, вроде бы как, сохраняются отчасти. Где у нас попрыгуньки? Давайте на попрыгуньках сейчас немножко заработаем. Так, выставляем вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Сколько у нас осталось? 300 мало. Мне 200 хотя бы нужно, чтобы осталось, чтобы я еще виллы влепил. Так, виллы есть вот сюда, в самый верх. Поехал. Ммм, хорошо. Дважды. Трижды виллы. Ах, какой звук по ушам режущий. Все, виллы больше не работают. Но он теперь будет прыгать. Пока, собственно, попрыгунчики не умрут. У них тоже есть, как бы, использование. И мы получим сейчас, вроде бы, стрельбу. Почему? У меня же общий показатель дальше пошел. Алло. Где? Где мой орбулет? Собаки. Так, хорошо, дальше. 300 урона от пилы. Пилы у меня нет. И разосходуют двое вилл. Двое вилл, в принципе, реально. Деньги, вроде бы, появились. Сейчас проверим. Может, я попрыгунчиков парочку уберу? Так, ставим вот сюда. Попрыгунчики даже убирать не надо. Отлично. Мои уши, боже. Есть. Есть. И еще разок. Красавчик. Все, основной задачей ты уже выполнен. 1000 урона мы вряд ли нанесем. Но хотя хрен его знает. Не, не нанесем. Тут он просто скачет и все. Это останавливаем. Так, 900 урона от пауков. Я не могу понять, почему у меня вот этот процесс остановился. Мы по количеству урона должны выехать, я так понимаю. Окей. По основной полосе мы как бы продвигаемся, а по количеству урона не особо. Так, это добро собирай, это забери. По урону мы сейчас попробуем опять мины. О, хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Я теперь мины могу почти везде размещать. Окей. Давай здесь наставим, наставим. Сейчас попробуем опередить аж до арбалетов. Я уверен, что с помощью арбалета мы нанесем очень много урона. Что-то мне подсказывает. Так, и тут немножко рандомчика раскидаем. Ну, погнали. Ох-ох, как хорошо пошло. Косарь урона, да, деточка? Есть, все, мы здесь прорвали. Вот, видите, косарь 400. Открыт еще и паук. Все, супер. Я не знаю, что такое паук, но это и не имеет значения. Так, очистить полностью. Бабло есть. Смотрим. Арбалет. Устанавливается он на стены. И я очень сильно надеюсь, что он имеет наводку на врага. Ну, на врага, на испытуемого, скорее. Так, пила появилась и пауканчик. Я не знаю, в чем прикол. Давайте проверим. О, мой бог! Он его по чуть-чуть в кокон закатывает, серьезно? Сколько он ему нанес? Так, вы можете посмотреть последние 10 секунд. Да, я знаю, спасибо. Спасибо не надо. Это все, конечно, очень интересно. Сейчас мы тогда посмотрим, как мы можем задействовать максимальное количество пауков, чтобы они его грызли нон-стоп. Нет, надо не так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас сделаем патрон. О, что у нас по заданиям? 900 урона от пауков, 8 выстрелов подопытного, 300 урона от пилы. Сейчас мы это все сделаем, не переживайте. Мы на него сейчас натравим херовую тучу пауков. Оп! Погнали, 900 урона от пауков точно будет. Давай-давай, эти паучки чуть-чуть осталось, красавчики. Задание выполнено, бонусы получены. Замечательно, по дамагу, правда, не очень. Честно, по дамагу бывало и получше. Хорошо, следующее, нас интересуют пилы. Раз. А мы можем менять их направление? По-моему, нет. Вроде бы как не можем, но это не точно. Так, идем сюда, идем сюда. Сейчас я проверю, как он на них работает. А, даже так. Но у пил заканчивается работа. Все, я понял. Сейчас, 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 погодите. Сейчас я исправлю положение. Здесь надо поближе их поставить. Чтобы они его ног лишили. Ну, выпадет. Сейчас. Во-во-во-во-во-во. Ноги задействуются. Хорошо пошло. Но пилы, к сожалению, не вечные. К сожалению, не вечные. Нанести еще пулемета. Подожди, пулемета у меня еще нет. 600 урона я всего лишь нанес. Но нам самое главное было задачу закончить. Так, это убираем. У нас 2 косаря 200. Так, 8 выстрелов. Ну, вот теперь, товарищ, мы над тобой поиздеваемся. Так, у нас есть область поражения определенная. Я надеюсь, что эта хрень сама развернется, на самом деле. Это не точно. Давайте проверим. Да, они сами наводятся. Хобача. Что-то ему выбили. 8 попаданий есть. 12 попаданий. И все. У них зарядов на сколько хватило? На 600 дамага. Короче, если скомбинировать, то мы можем очень неплохо по дамагу рвануть. Если скомбинировать то, что у нас есть. Так, это забираем. И зарасходовать 4 пилы. Блях, а мы же только что-то делали. Что ж вы надо мной издеваетесь? Ставим сюда. Здесь зажим для ног. Поехали. Хоба. Дыга-дыга-дыга-дыга-дыга-дыг. Можем даже ускорить. Э, она не расходовалась. Бляха-муха. Ну ты ж собака. Ну так же все хорошо было. Сейчас чуть-чуть смещу. Вот так чуть-чуть. Кропалик совсем надо. Вот так. Так, пойдет. Пошло. Отлично. 4 пилы зарасходованы. Замечательно. Сколько у нас у денег? 2400. 1000 урона от топора. У меня нет топора. Топорчик аж вот здесь. Давайте тогда сейчас комбину проведем. Суть комбинирования у нас заключается в том, чтобы наш товарищ огреб как можно больше урона. Соответственно мы делаем вот так. Вот так и вот так. Это чуть-чуть мимо. Вот сюда дальше. Доставляем наших любимых паучков. Паучок здесь. Паучок здесь. Ставим пружину вот сюда. И что у нас? 900 бабла еще есть. Давайте докинем с вами еще арбалеты. Раз. Два. И в принципе три. Больше мы не выставим. Не хватает буквально парочки баксиков. Ааа. Боль. Я чувствую его боль. О да, деточка. Арбалеты правда сдохли. Блин, мы не добили по урону, кстати. Мы просто не добили. Окей, я тебя понял. Сейчас мы извратимся еще сильнее. Убираем пилы. Они не настолько эффективны, насколько пауки. Это инфа соточка. А что у нас здесь еще? А, я понял. Так, это оставляем. Это оставляем. По идее, нам нужно, чтобы он все время циркулировал вот так. Вверх-вниз. Но я не уверен, что нам получится так сделать. Но хотелось бы. Конечно же хотелось бы. Так, арбалет один сюда. Еще один сюда. Еще один сюда. Вот так проверим. Так, нормально пошло. Так, арбалеты последние болты потратили. Все. Косарь 500. Ну, мы побили свой рекорд, но при этом не добрались до следующего оружия. Это немножко печально. Это немножко печально. Сейчас мы немножко видоизменим это все добро. Так, тебя чуть ровнее, тебя чуть сюда. Сколько у нас 200 бачей есть, да? Это отличная новость, я вам скажу. Вот так сделаем еще. Так, мины сработали. Они прицепились, а только потом взорвались. Это важный нюанс. Э, в смысле, ты застрял в аппарате? Косарь 800, телепорт открыт. Хорошо. Косарь 900. Нет, не дотянулись мы до динамита или что там у нас? До динамита не дотянулись. Я еще один из врат хочу попробовать. Сколько у нас осталось? А, у нас только на одну хватит, да? Вот так, если мы сделаем. Не, так он улетит тогда напрочь. Это не годится. Так, очистите, пожалуйста, зону работы. Спасибо. У нас появился телепорт. Где же он? Телепорт работает, я так понимаю, да. Да, да, да. Именно так, как я и понимаю, он работает. То есть туда-сюда он нас будет поднимать и пускать. Мы с вами можем на все деньги попробовать пауков закинуть. По-хорошему они его не кисло таки нагрызут, но у нас здесь много пауков не влезет. И еще можем поставить сюда два арбалета, чтобы они его постоянно настреливали при разных перемещениях. Арбалеты хрен по нему попадут, вот в чем нюанс. Я понял. То есть пауки его грызут? Боже! Он ускоряется. Все, он зацепился за что-то и все. Не, это не самое... Да, я забыл, что я могу модернизацию проводить. Так, мины, огнестрел, что ты дашь? На 50% больше урона, ну такое. Холодное оружие, на 33% больше заряда. Установка на полу и стенах. Больше заряда на 50%. Пружина взрывается после того, как закончится запас. На 100% больше урона. Вот пауков я точно закину. На потолки и на боковых стенах. Вот если бы урон увеличила, еще ладно. Пока нет. Сейчас проверим, что с пауками будет. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это изначально неправильная позиция. Вот это забери. И вот это забери. По-хорошему мы можем еще пауку у нас ставить. Сколько у нас? 690. Это как раз две кучки пауков, которые сейчас у нас увеличены по урону. Которые должны быть мощнее. Сейчас проверим, они сагрятся? Так, один пытается сагриться, но все никак не может. Так, сагрился, а второй не агрится. Так, наносят нормальный ему урон. Вместо 600 они нанесли ему косарь с хреном. Что в принципе неплохо. Косарь 400 почти. Паучки, вы меня конечно радуете. Но это не все, что нам нужно. А что если я вот здесь... Бачком нет, они не зацепят. Не зацепят. Я хотел, чтобы он бачком попадал в эту хрень. Окей, с тобой все ясно. Тогда остаются только бомболейлы. Сейчас я их поставлю. Беда в том, что его унести может к чертям собачьим. Но по идее эти бомбы должны взрываться под перемещением во время. То есть они цепляются к нему, а потом взрываются. Возможно он не сместится. Возможно сместится. Это не точно. Это явно не точно. Но мы их все равно поставим, потому что они наносят довольно приятный урон. Как бы там ни было... Мне кажется, что это изначально плохая идея. Но мы попробуем. Вот так и эту тебе еще бонусом вот сюда. Поехали. Он забрал все мины. У-у-у-у-у-у-у-у. Неплохо. Так, два косаря сто. Слушайте, почти сработало. Почти сработало, мы почти добрались до динамита. Неплохо. 20 стрел не попали в подопытного. Слушайте, это по-моему реализуемо. Потому что они не попадают в него, когда портал есть. В портале он настолько сильно ускоряется, что в него попасть тупо нереально. Так, сколько у вас? По 4 стрелы, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Ну, в общем, поставим запасом. Чтоб было. Вот таким образом. Полетел. Да-да-да-да-да, они не попадают по ним. Это было изи задание, серьезно. Давайте будем честны. Так, 750 урона от арбалета, пока подопытный на булаве. Мм? У меня нет булавы. Так, 800 урона пулемет. А где пулемет вообще? Мне просто интересно. Что из этого, мать его, пулемет? А, вот следующий у нас пулемет. Хорошо. Это мы тогда заберем. Нам нужно скомбинировать... По идее, я сейчас могу сделать мега ему урон чисто за счет бомб. Потому что денег у нас дофига. И просто если он все эти бомбы загробастает, он получит уже мега колоссальный урон. Насколько я понимаю. Так, 590 и на всяк пожарный еще паучков. Чтобы они тебя подобивали. Так, вот этого ты скорее всего заденешь, а этого, возможно, заденешь. Давай. Вообще изи. 3000. 3300. Серьезно, бомбы forever. Сейчас паук еще догрызет. 3555. Отличный рекорд, мне нравится. Новый рекорд, плюс 200 бочей. Спасибо большое. Так, это все очистите. Так, у нас появился топор, булава. И появился мини-ган. Так, где у нас задание? От топора нанести 750, 800 пулеметом. Давайте мы... Ооо. А куда... Ааа, ооо. Даже так. Блин, ну у них дальность очень херовая. Ладно, мы попробуем. Сейчас просто поставим нужные попрыгунчики. И попробуем это проверить. Где у нас попрыгунцы? Вот, в левую сторону. В левую сторону, в левую сторону, в левую сторону. Ну, чтобы ты отсюда, короче, не сбежал. Да, полетел. Они не так жестко и дамажат, кстати. Казалось бы, мини-ганы. Но они не дотягиваются все до него. Вот в чем проблема. Так, хорошо. Еще чуть-чуть. Красопета. 190 бочинских получено. Так, продержать подопытного 15 секунд булавой. Я хочу увидеть, что такое булава вообще. И как это должно работать. Булава это, по идее, колючка. Но как она работает, я до конца не понимаю. Давайте мы его так выставим на всяк пожарный. А, я понял, как она работает. Она его именно задерживает, но ненадолго. Хорошо. Тогда мы здесь должны немножко переместить просто. Вот таким вот хитрым жопным образом переместить. И мне нужна еще одна булава. Чтоб ты просто висел, как кусок мяса, как можно дольше. Так, он по чуть-чуть падает, но все равно крепится на них. Падает дальше. Крепится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Держись, держись. Красавчик. Ты свою задачу выполнил. Так, установить оружие на блок. У меня нет блока. Так, 12 попаданий из арбалета, пока подопытный на виллах. Это, кстати, проще сделать. Это, кстати, проще сделать. Так, подпрыгиваешь сюда. Главное, чтобы ты нон-стоп подпрыгивал. И арбалеты мы поставим просто рядышком. Вот таким вот образом. Сколько надо попаданий? 12? Да, в принципе, не сложно. Поехали. Шпонь. 6 есть. Нет! Он в бок улетел. Ты меня предал, юный падаван. Ты меня, мать его, предал. Давайте обезопасим себя вот таким вот образом. Где у нас виллы? Выставим еще одни. Да, етить твою. Вернись. Все. Он теперь должен сработать. Нет, они его сбивают своими же арбалетами. Вот в чем. Косяк. Хорошо. Пойдем другим путем. Мы можем просто поставить сразу до хренища этих товарищей с арбалетами, чтобы они просто в один шот его прострелили все 12 выстрелов. Если, конечно, повезет. Сейчас проверим. Один не стрельнули. Хо-хо-хо-хо-хо. Собака. Один из них промахнулся только что. Я видел. Я все запечатлил. Я все, мать его, видел. Ты должен был попасть, а ты промахнулся. О, теперь все попали. Другое дело. Спасибо за 190 бочинских. Так, тысяча урона от топора. Давайте смотреть, что такое топор. Что в представлении данной игры топор? Топор это огромная крутящаяся махина. Я понял. Которая имеет определенное число попаданий, так сказать. Давайте это скомбинируем. А, не влезет, да? Ну ладно, сейчас проверим в целом. Аааа. Ну, знаете ли. Топоры же не такие дорогие. А, они по 900 стоят. Хорошо, если вот так. Как ты на это посмотришь? Теперь он упал вообще вниз. Ох ты боже, поджопник. Что ж ты такой не понимаешь? Стоп, не бомба, нет. Где у нас? Попрыгуны здесь нужны. Сейчас проверим, как это сработает. И сработает ли вообще. Вот таким образом. Топоры нормально так наносят, я вам скажу. Задание мы уже выполнили. Ой, что-то переборщило тебя с прыжков. Бывает, бывает. Так, задание есть. Дальше. Покрыть паутины всего подопытного. Но там, кстати, нюансы этой паутины, потому что они сами ее снимают периодически. Так что сейчас проверим. Как пойдет. Давайте. Шесть пауканов. В принципе, они справятся. Нужно больше пауков, я понял. Пока что они ставят одни паутины, вторые паутины пропадают. Сейчас мы попробуем чуть другую тактику, а именно в три ряда. Тактика, дай бог. Правда, он собакой не заденет, наверное, большинство. Но мы сейчас проверим. Мы все исключительно методом пробы ошибок узнаем с вами. Так, есть. Да, он задействовал всего шесть из девяти. А им времени не хватает. Так, давайте подумаем. Я знаю. Я знаю, как мы можем сделать. Это стопроцентный вариант. Вообще беспроигрышный. Если мы сделаем так, дальше мы ставим здесь пружину в правую сторону. И здесь ставим вот таким вот образом. Это приблизительно траектория его полета. Должно сработать. Да, это сработало. Все равно не успевает его покрыть. Ну, епаразит. Бляха, сколько же их надо задействовать, чтобы он реально сработал? Хм. Так, если мы отлетаем вправо, можем вот сюда... Не надо исчезать никуда. Вот сюда поставить. Аккуратненько. И все, наши деньги закончат. Сейчас проверим. Почти. Почти. У него траектория чуть ниже. Соответственно, логичнее будет поставить вот так. Давай. Так, смотрим на выполнение. Ну, ну. Есть. Красавчики, паучки. Красавчики. Сколько они урона всего нанесут? Всего 2200. Но стоит заметить, что мы на этих пауков потратили все свои деньги. Как бы такой себе. Так, нанести 4000 урона. В принципе, это возможно. Так, нанести 700 за ПК подопытный на булаве. А я не помню, сколько арбалет наносит. Но, как мы уже проверили, на булаве удержать, в принципе, довольно просто. Выставляем сюда, выставляем сюда, выставляем вот сюда и вот сюда. Не забываем, что нам еще деньги нужны на сами арбалеты. Ставим вот так, 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 вот так. Ну, тебе срака, короче, готовься. Так, все, есть половина. Еще. Красавчики. Интересно, сколько ему всего урона нанесут? А, ну, в принципе, все, да? Да, он просто весь продурявленный. Так, спасибо еще за денежку. Чем больше денежек, тем больше мы извращаться сможем над данным товарищем. Так, разогреть дуло пяти миниганов. Вот это сложно, потому что собака миниганы... А, слушайте, может я его улучшить могу, чтобы он крепился где нам нужно? На пятьдесят процентов большего цену на полу и на потолке. Во! Вот это нам очень даже не помешало бы. По идее, вот так его будет гораздо проще удержать. А точнее, нам даже его удерживать не надо. Сколько надо разогреть? Пяти миниганов дуло. Но это будет сложно. Мне кажется, что это будет сложно. Если он упадет сюда. Раз, два. Но, фактически, третий дотянется до него. Сейчас мы это на практике узнаем. Хера себе, он подлетает! Что? Что? Вот такой херни я не ожидал. Подождите. Такого я просто не ждал. Нам надо как-то сделать так, чтобы он реально упал вниз. И только потом в него начали стрелять. Чтобы он лежал на полу. Это фактически невозможно. Значит, пол нам не подойдет. Значит, пол не подойдет. Сделаем тогда по-другому. Используем потолок. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, говорю. Непослушное говно. Так, и ставим вот сюда попрыгуньку. И сверху ставим вилы. Таким образом, это вроде бы как должно сработать. То есть, он зависнет. И пока он будет висеть, они как раз перегреются. А, они ему не дают подлететь. Так. А вот это уже интересная забава. Так, если получается, что они ему не дают подлететь. При этом нам нужно умудриться их разогреть. Что фактически очень сложно. Хорошо, используем старую тактику. Используем старую тактику. Простую, как мир. По идее, если мы его направим в эту сторону. Сейчас, мы попробуем сделать с вами дабл версию. Дабл, мать его, версию. Выставить сюда, сюда и вот сюда. При этом все попрыгуньки, которые будут, они все будут в левую сторону. По идее, с помощью этого мы сможем ее разогреть. Ну, как мне кажется. Так, полетел. Так, один разогрет. Но этого недостаточно, абсолютно. Нормально, нормально, прыгай еще. Красавчик, красавчик, красавчик. Давай, попрыгуньки еще есть. Так, два дула разогреты, уехали. Замечательно. Еще одно разогреты, уехало. Лети обратно. О-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Вот это хорошо было. Красавчик, пять дул. Отлично. Новая открыта, блок открыт. И мы почти наказали на 4000 урона. Блин, обидно, не хватило чуть-чуть. Слушайте, а давайте это же повторим. А что блок вообще дает? А, это просто фиксация, походу. Скорее всего, это просто фиксация. Давайте тогда сюда поставим блок, и мы сейчас как раз делаем 4000 урона. А, даже так. У него два крепления. Установить оружие на блок. Я уже получил 190 на рву на месяц. Неплохо. Так, если мы еще вот здесь его начнем поджимать. Все, все деньги потрачены. О, мой гад. Его просто на весу держат, серьезно. 5400 урода. Вот это хорошо, это хорошо. Так, штаны спадают. Время в уменьшении. 20... Что? Гоблин. Кто такой гоблин вообще? Так, сейчас мы увидим, что это такое. Гоблин цепляется и начинает его тыкать на жабе. Допустим. Просто допустим. Так, маленькая кукла Вуду, большая кукла Вуду. А-а-а. Так, я понял. Кукла Вуда уменьшает его. Сейчас, у нас есть задание. Время в уменьшении 20 секунд. А, он должен через них всех пройти, чтобы... Вот сейчас он уменьшен. Уменьшен не на протяжении длительного времени. Короче, нам нужно их выставить таким образом, чтобы он попал сначала на одну. Потом на вторую, через небольшой промежуток времени. Потом на третью. Это довольно сложно. А что, если мы их поставим подряд? Давайте посмотрим. Нет. У них таймер у всех начинает проходить. Блин, ну сложно его будет по идее. А, нет, я знаю один способ. Один способ у нас есть. С помощью наших обожаемых булав. Главное, чтобы денег хватило. Сейчас надо правильно все разместить. Вот сюда. Вот сюда. Потом ты должен попасть в эту штуку. Под ней еще парочка булав. И потом уже только вниз. Вот это должно сработать. Ай, он ногами дотянулся, собака. Сейчас переиначим. Поставим так, чтобы ноги просочиться не могли. И он полностью упал на днище. Так не должно было быть, но мы продержали около 8 секунд. Окей. Делаем по-другому. Не вопрос. Вообще вопрос на самом деле. Ну ладно. Делаем по-другому. Тебя подводим чуть сюда. Вас ставим максимально в упор. И этого товарища оставляем. Но под ним мы ставим с вами кнопочку вправо. Кнопочка вправо его отправит еще к... А где оно? Ага, вот. Отправит еще к одной кукле Вуду, которая находится здесь. Или можем даже сделать вот так. И еще... Мы ему тут целый аттракцион устраиваем. Слушайте. Серьезно. Стоп, но если он зависнет, он должен будет упасть вот сюда. Надеюсь, это сработает. Не совсем так, как я ожидал. Сработает. Он улетел чуть выше, чем я предугадывал. Это не совсем то, что нам надо. Ставим вот сюда и эту вниз. Вот теперь должно сработать. Нет, он задел только что лишнюю куклу. Не дотянем, слышите? Мы так не дотянем. Так, этого смещаю сюда. И здесь ставим еще подпрыг. Он у нас сейчас такой путешественник будет. Вообще ужас. Так, подпрыг и, соответственно, должен врезаться сверху еще в одну. Не задень, не задень рукой. Бляха. Так, ну почти правильно, но по времени неправильно. Они перезаряжаются. Что ж вы молчали, ёбар СТ? Все, выполнено. Если б я знал, что они перезаряжаются, я бы его просто тут вверх-вниз бы через портал херачил, да и все. Эх, ладно. Так, увеличенный подпольный... Подопытный подстрял, залетая в портал. А? Ну, в принципе, это сделать надо то же, что я делал до этого. Только надо было правильно это сделать. Поставить портал, он должен увеличиться и застрять в портале. Правильно понял? Все, засчитано, отлично. Ничего сложного в этом нет. Все замечательно. Так, увеличить шесть па... Мы можем с помощью этой штуки увеличивать пауков? Что, простите? Ммм? Хе. Так, три тысячи урона от гоблина. Мне кажется, это будет забавней. Так, гоблины, товарищи. Я не знаю, правда, как вы нанесете три тысячи урона, но я бы на это с удовольствием посмотрел. Серьезно. У вас там каждый наносит по сорок с чем-то несколько раз подряд. Потом, собственно, пропадает. А, все, больше не могу. Давайте смотреть. Нихера себе. Да, это возможно. Причем более чем. Четыре тысячи урона, семнадцать единиц. И там еще один гоблин остался. Неплохо, неплохо. Так, увеличить шесть пауков. Вот это мне еще интересно. Так, где у нас? Увеличение Вуду. А как нам это сделать? Подожди. Мне вообще надо фактически проверить, это возможно или нет. Сейчас увеличены мы, а не Вуду. Точнее, не паучок. Я с трудом себе представляю, как мы можем заманить паука так, чтобы он на нас лично не сагрился, но сагрился в нашу сторону и попал на Вуду. Мне кажется, это что-то нереальное. Это будет муторно. Я думаю, мы это придумаем еще в другой раз. Так, гильотина есть, отбросить пятнадцать раз. Отбросить гоблинов пятнадцать раз топора. Что? Что, простите? Я себе это с трудом, честно говоря, представляю, но... На практике мы должны это увидеть. Так, он упадет, гоблины должны будут начать стрелять. Вот таким образом. Я одного, видимо... Я даже отбросил их несколько раз. Но я не совсем понял, как это должно изначально срабатывать. Так, это отодвигаем. По идее, как бы представляю, но не до конца понимаю. Я бы хотел бы понять, но... Сами, вы меня поймите. Это не так просто, как кажется. Так, иди сюда. 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 Так, он отлетел не в ту сторону сейчас. Мы это исправим. Контролировать его позицию, в принципе, мы можем. Это нам, как бы, не помеха. Вот, вот, они прыгают сюда, и их отбивает топор. Боже, как это тупо. Ой, боже. Но, в принципе, я понял. Они должны, по идее, изначально промахнуться, а топоры должны, собственно, на них задействоваться. Это, это, это забавно. Но я сомневаюсь, что я сейчас 15 могу отбить. Но я хотя бы попробую. Можно еще сюда, давай. Так, нескольких отбили, давай, ускоряйся. Жаль, что они только двух гоблинов выкидывают. Ну, давай еще раз попади. Еще разок, блин, он проскочил сквозь топор. Там был шанс, был шанс, давай еще раз. Я уверен, что шансы есть. Поехал. В этот раз шанс гораздо ниже. Сейчас. Мы просто должны с вами убрать вот эту шляпу. И поставить здесь прыжок обратный. Чтоб он здесь не залеживался. Что творится, боже. По дамагу очень даже неплохо получается. Но по гоблинам не получается. Давай еще разочек. Мне просто нравится тебя метелить. Ничего личного. О, вот сейчас хорошо есть выполнено. Чистый рандом, как вы понимаете. О боже, о боже, что ты мой. Там даже топор изъюзали, лол. Один топор еще в работе, правда? Слушайте, может я сейчас рекорд еще побью? Все, топор выбит. Он еще в стене застреет. Все, вот здесь уже все. 5000 почти. Неплохо, но рекорд у нас выше. Рекорд у нас гораздо выше. Ну что ж, ребятки. Если вам эта игрушка понравилась, обязательно пишите об этом в комментариях. Либо же просто поставьте лайк под этим видео. А мы с вами встретимся, возможно, в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok